и снова здравствуйте в этот понедельник мы рада вас приветствовать на канале крипто комманс и хоть солнечного света мы не увидим точнее непосредственных и в лучей мы все равно вас просветим в этот сырой и пасмурный день самыми актуальными и важными новостями в мире поехали основатель cardano чарльз хоскинсон предлагает kraken партнерство да не простое а по созданию аж целые сети второго уровня ftx подала иск против by bit на 1 миллиард долларов похоже что снова испеченного кошелька финанс увели 27 миллионов долларов marafon digital запускает проект по добыче биткоина в парагвай на базе гидроэнергетики и завершит наш выпуск аналитика рынка от джорджа танго оставайтесь нами основатель cardano чарльз хоскинсон планирует партнерство с kraken он сделал это предложение в сообщении опубликованном на x ранее известном как twitter 12 ноября указав на заинтересованность партнерстве с kraken для разработки сети второго уровня это предложение поступило в то время когда kraken начал активный поиск партнера по блокчейну который мог бы помочь ему построить сеть второго уровня ранее на этой неделе стало известно что kraken ищет партнерство с такими компаниями как полигон и мэтр лапс конкуренция растет а запуск сетей второго уровня становится тенденцией среди крупных криптовалютных компаний и бирж и coinbase этот путь возглавляет напомним что сети второго уровня или layer 2 являются надстройкой над основным блокчейном значительно увеличивая скорость транзакций и добавляя новые функции а для нас с вами это означает лишь ускорение распространения крипто и все большую его популяризацию ftx подала на байбет миллиарды иск из-за споров по блокировке вывода активов конкурсная комиссия возглавляемая генеральным директором джоном рэйм третьем подала иск к байбет ее инвестиционному подразделению мирана и другим топ-менеджером цель вернуть средства и цифровые активы которые байбет вывела из ftx незадолго до ее краха с текущей стоимостью около 1 миллиарда долларов во время проблем с выводом средств у ftx в ноябре 2022 года сотрудники ftx вели учет запросов и клиентов на вывод средств таблицы под названием вип-запрос приоритизировать в иске утверждается что расчетная группа ftx приложила все усилия чтобы приоритизировать вывод средств мирана в результате чего в мирана было переведено более 327 миллионов долларов на самом деле в данном иске от ftx есть и другие претензии к байбет среди которых манипуляция токенами бит а также мант и запрет их конвертации для ftx и хоть очевидно что ftx будет пытаться любыми средствами отщипнуть от других компаний любые активы тем не менее данная претензия к бабе довольно весомая но какое бы продолжение не имела развитие данной ситуации мы вам напоминаем храните свои средства только у себя не ваши ключи не ваши монеты похоже что из-за взлома binance потеряла 27 миллионов долларов по данным крипто сыщика зак их сбить и биржа binance возможно из-за взлома потеряла стейбл коинов на сумму 27 миллионов долларов этот взлом хотя он еще не подтвержден судя по всему был произведен на одном из кошельков binance взлом этого кошелька по-прежнему крупнейший криптовалютной бирже является настоящим переворотом осуществленным этим конкретным человеком или группы хакеров поиск на эфир скан дает информацию о том что 27 миллионов 71 тысячи и триста шестьдесят пять долларов сша в тизер юсдите были переведены из предполагаемого кошелька байнер с диплоер далее в своем посте зак с бите говорит что юсдите был быстро обменен на эфир а затем передан ряду обменных сервисов в том числе fixed float и china он также был выведен в bitcoin через мост торчейн что тут можно добавить но конечно мы ждем детали и держим пальцы скрещенными но суть лежит на поверхности никаких каста диальных кошельков только собственные не каста диальные с ключами у вас не становитесь частью этой статистики marathon digital запускает майнинг проект в парагвай на базе гидроэлектростанции bitcoin майнер marathon digital продолжает международную экспансию запуская проект по добыче биткоинов мощностью в 27 мегаватт использующий гидроэнергетику рядом с плотиной и тайпу в парагвае марафон совместно с компанией пенгуин реализуют проект в два этапа с итоговой производительностью в одну целую одну десятую экса хэшей ожидается что первый этап завершится уже в ноябре а завершение всего проекта состоится в 2024 парагвай монетизирует избыток энергии и это отличный пример того что bitcoin равно как и другие криптовалюты при должном подходе не наносят вред а наоборот помогают окружающей среде главное майнить там где майнится они там где хочется напомним что плотиной тайпу вторая по величине гидроэлектростанция в мире по годовому объему производства мощность которой составляет 14 гигаватт и завершает наш выпуск мнения блогера аналитика и эксперта по криптовалютам джорджа танго три темы о которых нам быстро расскажет джордж это bitcoin стейбл коины и альткоины джордж тебе слово мы сейчас находимся в состоянии когда все кругом действительно будет очень горячо по данным индикатора плана b сейчас у нас синий кружочек а обычно синие кружочки буквально прямо перед красными а красные означает что все кругом перегрето после чего идет желтая вершинка так что очевидно что мы с вами находимся в синем состоянии готовы зайти в красную зону которая вероятно начнется прямо в момент холдинга и вот тогда вероятно мир и действительно начнет сходить с ума и знаете возможно все начнется даже быстрее ведь буквально за углом нас уже ожидают одобрения заявок bitcoin spot и тиф и кое-что еще действительно очень интересное и это связано с тем почему альткоины начали двигаться вверх стейбл коины впервые за полтора года согласно данным от глаз нот впервые за полтора года 90-дневная скользящая средняя по стейбл коином перевернулась и стала позитивным что это значит это значит что определенно огромное количество денег поступает в систему множество крупных институционалов которые покупают стейбл коины и об этом мы с вами недавно говорили огромное количество стейбл коинов заходит в рынок они затекают на бина с миллиардами а это означает и объясняет идеально то что повсеместно и происходит bitcoin растет альта растет это все идеально объясняет и если вы альткоин максималист то только посмотрите сюда капитализация рынка альткоинов снова на начала расти мы в том же самом месте в котором мы находились в июле 2022 когда образовался временный мини альткоин сезон мы прямо там и полетим или выше или же поедем вниз из-за того что биткойн еще сильнее укрепиться а может произойдет и то и то ясно что не вся альта взлетит но некоторые точно джош спасибо за аналитику картина понятна и ожидания ясны мы благодарим тебя за проделанную работу а вас дорогие слушатели мы благодарим за просмотр надеемся что такой формат вам нравится а оперативность новостей приносит реальную пользу ждем встречи в следующем выпуске и робко надеемся на ваш лайк подписку и комментарий обнимаем и всем пока